Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня для вас две коррекции в одном видео. Это значит, что и я, и вы сможем пронаблюдать за носибельностью материала и оценить его характеристики по полной. А материал сегодня новый, это бренд Мальтини. Будет интересно! Поехали! На этих ногтях я тестировала в прошлый раз армирующую базу с волокном в составе. На моих ногтях она держалась неплохо, а вот на этих образовался скол. Продолжаем тестить другой продукт и на этих ногтях попробуем марку Мальтини. У меня тут целая посылка от них, преимущественно гель-лаки, но не только они. Еще есть пилочки, мне понравилась на них цена. Но также есть необычные по форме пилочки, вот такая узкая, например. Мне почему-то кажется, что они неудобны в работе, но можно придумать и какое-то особое применение. Также есть пилочки со сменными файлами, оптимальная длина пилочки, мне это нравится. Нет смысла в длинной пилке для подпила, только лишь в форме свободного края. Также основа для бафиков, основа приобретается единоразово, что на пилочку, что на бафике. И вы на нее клеите одноразовую основу с абразивом. Сами абразивы это уже текущий расходный материал. Продаются они пачками по 25 штук. Так как это подпил натурального ногтя, то я выбрала мягкие абразивы 180 и 240 грит. Одноразовых файлов бафиков в пачке 6 штук. Есть огромный нюанс, почему я не пользуюсь такими пилочками, а завожу вот такую индивидуальную пилку лично для одного клиента, просто ее подписывая. Я просто-напросто боюсь порезать клиента вот этими острыми краями. И боюсь не просто так, это происходило со мной не один раз, когда я подпиливаю нижние параллели. Подскажите мне пожалуйста, что нужно сделать, чтобы так не происходило. Я профан в этом деле, я пробовала закруглить эти углы другими пилочками, фрезами, но порезы все равно продолжаются. Гель-лаки у меня от Мальтини сейчас преимущественно летних ярких оттенков. Я с ними уже выполняла дизайны в основном в инстаграме. Мальтини представляют себя как бренд с немецким качеством по выгодной цене. Что ж, будем тестить. А пока могу сказать, что ассортимент у них бешеный. Гель-лаки разделены на разнообразные группы. Молочные оттенки, например, имеющие полупрозрачный цвет. Это позволяет притянить ногтевую пластину, но оставить ее вид натуральным. Гель-лаки с блестками, камуфляжные базы, разделение палитры по оттенкам, по сезонам. В общем, я решила с клиенткой остановиться пока на камуфляжной базе. У нас будет все очень быстро и просто. Мы сняли прежнее покрытие, срежем длину ногтей. Мы давно хотели перейти обратно на квадрат, но как-то дизайны подходили, подавал больше. И мы все никак не могли перейти на квадрат обратно. Не только цвета, но и форма ногтей чаще всего надоедает клиентам, и они хотят разнообразия. А я уже на подготовленный ноготь наношу сразу базовый слой. Это база Strong Cover номер 4. Симпатичный оттенок. Нанеслась без проблем. Выравнивание мы сделали камуфляжем на всех ногтях. И желтым гель-лаком по камуфляжу рисую полосы, линии. У нас сегодня свободная тема, как кисть пойдет. Симпатичный оттенок. Меня приятно удивила плотность гель-лака. В один слой отлично себя проявил, в один слой он у меня и останется. А сверху я ляпаю черным гелем паутинкой, делаю линии разнообразные. И дополняю всю эту красоту черной полосой пожирнее. Перекрывая все ногти матовым топом, получилось так по-сенему уже и немного дерзко. За счет черного цвета. Матовый топ от Maltini сразу проявляет свою матовость, не имеет остаточной липкости. И вот так относились наши ноготки. И сколов нет от слоек, не виднеется снизу. Покрытие держится и это отлично. А главное матовый топ прилично себя ведет. Он не засявкался, как обычно это бывает со светлыми оттенками. На ощупь он ну практически глянцевый. То есть он не имеет шероховатую поверхность. И за счет того, что у него нет такой ярко выраженной пористости, он и не пачкается. Снимаю снова покрытие фрезой, снимаем до тонкой подложки. И помним, что база у нас была камуфляжная и под бежевым цветом уже сразу натуральный ноготь. Поэтому фрезой работаю без размаха. Комбинированный маникюр выполняю с помощью фрезы пламя и ножничек. Комбинированный маникюр И снова буду наносить базу камуфляжную. Мне понравился и цвет, и стойкость, и простой дизайн, который с ней можно выполнить. А наношу даже без праймера, просто на обезжиренный ноготь. После того, как ноготки укреплены и выровнены, снимаю липкость из базы и рисую акварельными капельками. Последнее время мне нравится абстракция, а не что-то конкретное, цветочки там, зайчики всякие. Ну а клиенты мои, как всегда, не против. У меня небольшая заминка произошла с акварельными капельками. Дело в том, что у меня в стопочке была жидкость. Совсем вот капельку, там даже не капля, а просто по стенкам осталась жидкость, которая на масляной основе для акригеля. Я это не сразу поняла. Налила туда обычный обезжириватель и не понимала, почему у меня капли растворяются как-то не так. В общем-то, масляная жидкость их просто съела. Акварельные капли на спиртовой основе, поэтому они должны размываться также спиртовыми жидкостями, а не масляными. В общем, я старалась это устранить как-то, чтобы это не было очень заметным. Но капли плохо высыхали на воздухе от того, что там было масло, а не спирт, хоть и в мизерной дозе. Ну а после дизайна снова покрываю тем же матовым топом, а поверх него добавлю немного блесток в дизайн. Кстати, камуфляж под матовым топом стал не таким желтым и мне он стал нравиться еще больше. В общем, я смело рекомендую попробовать вам товары этой марки, так как проверила и поработала на них сама. А моим зрителям Мальтини предоставляет скидку в 10% на все продукты в корзине. Подробнее читайте в описании, там все пароли явки и ссылки, конечно же, тоже. Ставьте лайк этому видео, если оно было полезным и интересным. Всем желаю творческих успехов и до скорой встречи в новых видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok